Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Эншпиль, остаться в живых. Возрождение рубрики, которую я вёл с Дмитрием Анисимовым, но теперь, соответственно, буду показывать вам её в одиночку. Надеюсь, рубрика от этого ничего не потеряет. В прошлом видео, которое вы можете посмотреть по подсказке, также в конечной заставке, будет целый плейлист представлен рубрики Эншпиль, остаться в живых. Всем тем, кто не умеет играть Эншпиль, всем тем, кто хочет постичь уровень, что называется, повысить своё понимание Эншпильной техники. Для тех новичков, которые впервые посмотрят это видео, скажу, что я делаю это видео по учебнику дворецкого, учебник Эншпиля, который по праву считается одним из самых сильнейших учебников именно по Эншпилю. Мы с вами закончили на рассмотрении коневых окончаний и мы с вами вывели одну интересную формулу, так называемую формулу ботвинника. Она заключалась в том, что коневые окончания зачастую оцениваются как пешечные. Так как в пешечном окончании реализовать всего лишь одну лишнюю пешку зачастую представляется довольно-таки просто, нужно знать лишь ключевые позиции, например, когда король находится перед пешкой и пешка пересекла демаркационную линию. В общем, не будем останавливаться на этом, соответственно, всем рекомендую обратить внимание на плейлист «Остаться в живых», посвященный Эншпилю. Ну а на сегодня мы с вами посмотрим классическое окончание все пешки на одном фланге. Можно ли выиграть такое окончание? Перед нами вот такая вот позиция. Мы видим, что у белых всего лишь одна лишняя пешка. И практика доказывает, что именно вот такое сочетание, когда у белых 4 пешки, а у черных 3, вот такое окончание даже на одном фланге, именно при конях, считается выигранным. Если, например, белым, допустим, за место коней, да, поставить, например, ну вот выделим коней, за место коней, например, оставить ладьи, представим, что здесь стоит ладьи, то это окончание будет ничейным. Оно теоретически ничейное, и мы с вами еще это увидим, когда доберемся до изучения ладейных окончаний. Если слонов, то также огромные шансы на ничью у слабейшей стороны. Если ферзи, то и говорить не приходится. Ну а, соответственно, если убрать все фигуры, то окончание 4 на 3, конечно же, выиграно за белых. Нужно лишь играть точно. Так вот, так как формула Ботвинника говорит нам о том, что коневые окончания оцениваются как пешечные, здесь можно сделать вывод, что именно такое количество пешек позволяет белым бороться за победу. Мы с вами еще увидим, что если уменьшить количество пешек всего лишь на одну, то победы уже практически невозможно достичь. То есть слабейшей стороне гораздо проще защищаться. Итак, давайте рассмотрим такой вот классический пример, который вот эту позицию еще анализировал американский игросмейстер и теоретик Ройбин Файн. Итак, ход черных. Так, предположим, черные стоят. Король Ф6, Ж3, король Е5, черные даже, как мы видим, идут королем в центр, конь С6, король Е6, король Е3. Итак, здесь у черных принципиально два плана защиты. Первый это естественный ход Ф5. То есть черные стремятся как можно больше упростить позицию, так как чем меньше пешек, тем, соответственно, будет черным проще защищать это самое окончание. Вторая попытка это просто стоять на месте. Например, ход король Д7. Ну, конь сейчас расположен на поле Д6 довольно-таки хорошо. Он может скакать по полям С4, приставать, например, терроризировать белого короля. Допустим, разберем первый пример, когда черные стоят. Итак, король Д7, конь Д4, Ф6, Ф4, король Е7, Х4. В план белых входит максимальное усиление положения, надвигая пешки королевского фланга как можно дальше. Конь Ф7, Ж4, король Д7, король Д3, король Е7, король С4. Итак, сейчас мы с вами рассматриваем пример пассивной обороны со стороны черных. То есть черные ощетинились своими пешками и, что называется, стоят и ждут, когда белые придут к ним в гости. Как же белым нужно здесь побеждать? Ну, конечно, нужно как можно больше сжать удушающее кольцо вокруг черного короля. Король Д6 и очень важный ход Ж5. Значит, ФЖ, АЖ, таким образом белые, во-первых, образуют страшную проходную по линии Е. Как мы видим, теперь пешка Ф ушла с доски и пешка Е чистая проходная, но черные гнут свою, что называется, линию стратегическую. То есть, опять же, здесь мы с вами посмотрим два принципиально разных плана защиты за черных уже в этой позиции. Например, АЖ6 с целью, опять же, как можно больше упростить позицию. Или король Е7. Ну, вот король Е7, сразу становится понятно, что после хода король Е7 и Е5 белые предъявляют свои веские козыри, пешка Е страшная проходная. И теперь хода король Д7 нет из-за вилки Е6. С другой стороны, белые хотят просто задушить черных, и им это удается. Например, конь Д8, король Д5, конь Ф7, конь С6, король Е8, Е6. Коню бедному некуда ходить, конь Х8 приходится играть, но на конь Д8 мы просто переходим в пешечное окончание, легко побеждаем. Король Е5, король Ф8, король Ф6, и оказывается, что позиция полного Цукцванга черные теряют вдобавок еще и заблудившегося коня на поле Х8. Ему ходить некуда, на поле Ф7 не пойдешь, пешка стоит. Конь Ф7, к сожалению, это не пад, потому что после взятия будет освобождающий ход Х6, то есть у черных еще есть ходы пешками. Поэтому после хода короля Ф6 белые побеждают. Итак, это мы с вами рассмотрели ход король Е7. Посмотрим теперь наиболее правильный план, а именно ход Х6. То есть черные пытаются как можно больше разгрузить позицию. Шах, король Е7, Ж, конь бьет Х6, король Д5. Ну вот снова у белых есть четкий план, а именно пытаться продвинуть свою пешку. То есть отогнать короля и дальше толкать, что называется, все свои силы вперед. Вот, конь Ж4, конь С6, шах, король Е8. Если король Д7, то тогда Е6, король Е8, король Д6, конь Ф6, конь Б4, конь Е4, король Е5, конь Ф2, конь Д5. Теперь мы видим, что белые защитили пешку на поле Ф4 и хотят проникнуть королем на поле Ф6. Такой же ключевой позиции они добиваются и при другой защите. Конь Ж4, король Д6, ну и здесь, соответственно, Цукцванг снова грозит. Как мы видим, шах и продвижение пешки ферзи, конь с поля С7 возьмет поле превращения под контроль. С другой стороны, конь теперь не идет на поле Ф6 у черных. Ну, то есть Цукцванг, все, белые побеждают. После конь С6, король Е8, тогда король Е6, конь Е3, конь Б4, конь Ж2, конь Д5 и этот метод мы уже с вами видели. Теперь белые защищают пешку на поле Ф4, проникают королем на поле Ф6 и легко побеждают. Итак, мы с вами рассмотрели, что все возможные ходы не помогают, как мы видим, здесь черным. Итак, что можно еще посмотреть? Значит, ну вот здесь вот мы с вами посмотрели, да, король Е3 посмотрели и Ф5. Ф5 это второй метод защиты черных, то есть пытаться уменьшить поголовье пешек. Ну, давайте еще, значит, рассмотрим, какие еще есть ходы. То есть мы посмотрели с вами пассивную защиту, ход король Д7, рассмотрели, что она проигрывает. Ф5 это самое основное продолжение, мы его с вами посмотрим чуть позже. Ну, посмотрим еще, какие здесь есть ходы у черных. Например, ход Ж5. То есть черные пытаются пока не пропустить пешку на поле Ф4 и снова это будет связано с разменом и упрощением позиций. Но тогда конь Д4, король Ф6 и все равно Ф4. ЖФ, ЖФ, конь Ц4, шах, король Ф2, король Ж7, Е5 и снова, как мы видим, белые добиваются доминирующей позиции. Король Ж6, король Е2, конь Б2, король Ф3, конь Ц4, король Е4, змейкой, как мы видим, белые захватывают все ключевые поля. Шах, король Д5, конь Ф1, Ф5, король Ж5, Е6. Ну и теперь, так как конь далеко, пытались черные, конечно, образовать какую-то контур игру, напасть на пешку Аш и образовать свою проходную. Но после ФЕ, король бьет Е6, конь бьет Аш2, Ф6. Выясняется, что конь не успевает за вот этой самой проходной пешкой. В этом несложно убедиться, конь не успевает. Итак, все, значит, возможные защиты мы с вами более-менее посмотрели. То есть, опять же, в позиции очень простой план. Давайте еще раз вернем все назад. Итак, перед нами вот такая позиция. Белые не спеша усиливают позицию, даже при ходе, как мы видим, черных. То есть, отгоняют пока короля из центра. Ну и вот Ф5, это основное продолжение. Мы с вами рассмотрели ход король Д7, пассивная защита, увидели, что она не помогает. И рассмотрели, например, ходы пешками, Ж5. Ну, самый принципиальный ход, я думаю, что Ж5 ничего не изменит. Белые точно так же будут прорываться ходом Ф4 и надвигая пешки. Ф5 самый здравый и самый хороший и сильный ход в этой позиции. И мы его с вами и будем смотреть в качестве основного. Теперь выясняется, что Е5 сразу очень сильно даже преждевременно за белых. Так как это ход просто ошибочный. Ввиду конь С4 шаг, такой вот двойной удар. И черный неожиданно получает контр-игру серьезную. То есть, что делать? Они хотят уничтожить пешку на поле Е5. Тогда пешечное окончание будет ничейным. Например, король Д4, но тогда просто конь Д2. И начинают снова цепляться. Висит пешка на поле, как мы видим, Ф3. Если Ф4, то конь Ф3 и конь бьет Х2. И снова у черных все в порядке. То есть, преждевременно пешку надвигать. Поэтому белые не спешат разъединять свои силы, а усиливают положение. Конь Д4 шаг. Король Ф6. Ну, понятное дело, что на король Е5 мы этот ход даже не рассматриваем. Черные сразу же проигрывают. Ввиду того, что здесь белые просто выигрывают коня. Поэтому, король Ф6. На король Е7, опять же, следует Е5. Теперь уже этот ход сильно помогает белым. Так как мы видим, что король на пешку не нападает. Конь Ц4, король Ф4. Х6, чтобы король не прошел на поле Ж5. Но тогда Х4. Конь Б2. И вот здесь оказывается, что грозит конь Д3. Ну, угрожает и взятие пешки на поле Е5. Так вот, здесь решает простая жертва коня. То есть, переход в окончание четыре пешки против одной и коня. То есть, конь бьет Ф5. ЖФ. Король бьет Ф5. И оказывается, что здесь три пешки намного сильнее, чем конь. Король Ф7, Ф4. Конь Д3. Х5. Ну, Х5 этот ход неправильный. Здесь после точного хода конь Ц5 и конь Е6. Черный держит ничью. Здесь я нашел, что называется, ошибку, да, у дворецкого. Но вот ход Ж4 с дальнейшим Ж5 не дает никаких шансов черным. Здесь у них конь никуда не успевает и белые побеждают. Поэтому, после коня Д4 и король Ф6 рассматриваем это продолжение. Теперь Е5 не работает, так как король с поля Ф6 держит поле Е5 под контролем. ЕФ, ЖФ и король Ф4. Ну, казалось бы, белые сделали что-то нелогичное, потому что пешки на самом деле уменьшились. Получилось окончание. Сейчас мы с вами видим три пешки против двух. Но оказывается, что Цук Цванг на доске. То есть мы видим, что король не идет на поле Е6. Конь с поля Д4 это поле очень даже хорошо контролирует. Конь не имеет ходов, потому что вынужден сторожить пешку на поле Ф5, заниматься неблагодарным делом. Поэтому Цук Цванг. Что делать? Король Ж6. Король Е5. Ну, рано или поздно черные должны пропустить белых на ключевое поле Е5. Так как если ходить Х6 или Х5, то очень быстро ходы пешками заканчиваются. Так как белые сами будут надвигать пешку Х. И у черных просто закончатся ходы. Король Ж6. Король Е5. Конь Ф7. Король Е6. Конь Д8. Король Е7. И теперь опять же заметим очень сильное положение коня на поле Д4. Здесь он отнимает поле С6, важное для черного коня. Который тот мог бы использовать для приставания к белому королю. Конь Б7. Ну и вот теперь конь Е6. Ключевой ход. Не пускаем коня на поле С5. Конь оказывается вырезанным из игры. Мы видим, что ему недоступны поля Д8 и Д6. Ну и опять же, черные в Цук Цванге. Пешка не двигается, потому что ее съедят. Король не может пойти на поля Ж5 и Ж7. Остается лишь... Что делать? Остается лишь прыгать конем. Ну если король отойдет, то мы просто пойдем к королю Ф6. Дальше мы просто легко победим. Три пешки против одной, конечно же, легко победят. Поэтому конь А5. Черные пытаются вернуть коня в игру через поле С6. Ну или хотя бы поле С4. Но тогда конь Ф4 шах. Король Ж5. Х4 шах. И опять же, вот этот ключевой Цук Сванг. Теперь поле Ж6 черному королю недоступно. А наш король идет на поле Ф6. Король А6. Король Ф6. И белые побеждают. То есть мы видим, что конь на поле А5 абсолютно вне игры. Пешка на поле Ф5 теряется. И, соответственно, белые легко побеждают, получая окончание три пешки против одной. Ну плюс еще здесь и доминирующее положение. То есть здесь еще вскоре черный король просто получит мат. Например, угрожает Ж4 и Ж5 просто с матом. Итак, здесь мы с вами видим, что по ходу анализа мы получали разные выигранные позиции с меньшим количеством пешек. Однако при начальном соотношении пешек, например, две пешки против трех или одна пешка против двух, слабейшей стороне зачастую удается спастись. Хотя защита требует некоторой точности, но все-таки защищаться им намного проще. А вот окончание, как мы видим с вами, давайте еще раз вернемся. Окончание четыре пешки против трех при конях за сильнейшую сторону являются теоретически выигранным. Нужно лишь проявить, как мы видим с вами, внимание и точность в реализации. С вами был комментатор Олег Саламаха. Если выпуск и возрождение рубрики по эншпилю вам понравилось, то ставьте лайки. Набираем 100 лайков и я делаю следующий выпуск, который уже будет посвящен окончаниям слоновым, так как коневые окончания мы с вами разобрали полностью. Поэтому те, кто хочет поскорее перейти к следующему типу окончаниям слоновым, то не стесняйтесь ставить ваши пальчики вверх. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока, друзья. Рубрика возродилась. Редактор субтитров А.Семкин